В послании к римлянам Павел говорит о единстве Божьего народа. Он говорит, что единство в церкви необходимо для того, чтобы народ мог поклоняться Богу. Отсутствие единства лишает церковь духовного поклонения. В церкви, в которой есть скандалы, раздоры, лукавые подозрения, сплетни, решается благодать. Она не способна поклоняться Богу, как Бог замыслит. Христос сказал, что наступает время и настало уже, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться в Духе и в Истине Писания. Это в 15 главе, он говорит 5 и 6 стихом. «Божий терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа». По учению. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». И после этого, в 16 главу, Павел начинает приветствовать. Он приветствует своих сотрудников. Мы говорили о том, как Павел оценивает людей. Он оценивает их по отношению к Евангелию, он оценивает их по труду, и он оценивает их по тому, что они делают, как они служат святым. Наш стих, 16 глава, 17 по 20, прочитаем Божье Слово. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь, производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а Своему чреву. И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность веры всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Этот текст, к которому мы обратимся, чтобы видеть этот призыв Павла. Павел хочет единства в Церкви. И этот призыв, умоляю, это страстное обращение к народу Божьему, чтобы народ жил в единстве, чтобы не было разделений, он вытекает из понимания Павла, насколько важно единство в Церкви. Павел знает, что единство в Церкви – это фундамент поклонения. Павел знает, что единство в Церкви – это святость Божьего народа. Павел знает, как высоко достоинство Церкви, которая живет в единстве Духа и союзе мира. Этот же призыв он обращает к Ефесянам в 4 главе с 1 стиха. Написано «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрением, кротостью и долготерпением, снизходя друг к другу любовь, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как вы призваны к одной надежде нашего звания. Один Господь, одна вера, одно христианство». Павел призывает к единству, он умоляет Божий народ сохранять единство. И поэтому каждый христианин, каждый, кто находится в Церкви, каждый, кто имеет от Духа Божьего, а именно эти люди являются спасенными, каждый из нас должен работать и стремиться к этой цели. Церковь должна быть в Духе, церковь должна оберегаться от всяких разделений, распри, соблазнов, подозрений. И на это должна быть направлена жизнь каждого христианин. Но, к сожалению, жизнь не всех направлена на это. Поэтому Павел в Ефесе говорит об этом, поэтому Павел в Римлянам говорит об этом, потому что он понимает римская церковь, иудеи, и язычники. Масса людей со своими приоритетами, характерами, со своим учением. И он просит, умоляет, чтобы это единство сохранялось. Поэтому не все стремятся к этому, и призыв такой звучит. Именно по этой причине. Потому что есть масса людей, которые пагубно влияют учениями, которые не идут к этой цели. Которых другие цели. И поэтому мы обратимся... Что вообще разделяет? Что разделяет? Разделяет грех. Грех. Разделяет грех. Первое разделение, которое грех сделал, это самое страшное разделение, которое произошло. Это отделение человека от Бога. Это наше отделение от Духа. Это потеря вечности. Об этом написано в книге пророка Исаия, 59 глава, 2 стих. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Это самое страшное разделение. Грех разделил не только Бога и человека. Грех разделяет семьи. Когда грех врывается в семью, начинаются страшные проблемы. Люди поражены грехом, люди доходят до ненависти, прелюбодеяния, блуд, скандалы, все это грех. Грех это страшная разрушительная сила, поэтому о нечестивых написано, что разрушение и пагуба на их путях по причине того, что они живут грехе и любят грех. Грех разделяет сотрудничество, дружбу, вызывает лукавые подозрения. Это страшная сила. Грех разделяет и разделяет только грех. Только грех. Никогда учение Библии, никогда жизнь по духу не разделяет. Никогда исполнение Писания и стремление к святости никогда не разделяет. Поэтому всякое противление, все, что противоречит учению Библии, а Павел именно об этом говорит. Он говорит, остерегайтесь производящих разделений и соблазны вопреки учению, вопреки Писанию. Все, что противоречит Писанию, неправда и грех. И только это разделяет. И он говорит, чтобы мы стремились к единству по Писанию, по учению. Об этом же написано в Ефициане. И что происходит? Иногда, как нам кажется, вроде разделения происходят. Причиной разделений или разногласий или каких-то является Библия. Но это не так. Неверующие задают нам часто такой вопрос. Как у вас так получается, что Библия одна? А у вас не поймешь, кто прав, кто виноват. А вас только развелось, что они не могут сориентироваться. Почему так происходит? Причиной разделения всегда являются люди. Невежество, упорство, глупость и гордость. Это причина разделения. И эти разделения должны могут происходить, казалось бы, по причине Библии. Но это не так. Библия всегда несет единство. Библия всегда созидает и строит. Библия приносит благословения Божьему народу. Библия радует сердца. Библия дает простоту и святость. Библия никогда не разделяет. И поэтому сегодня люди стремятся к единству. В мире хотят сделать единство. Они как говорят? Мы все верим в одного Бога. Мы должны находить мир. Мы не должны осуждать никого. Сколько таких речей? Мы должны находить компромиссы. Это единство не библейское. Это экуминия. Это объединение того, что объединяться не должно вообще. Казалось бы, под благовидными предлогами объединяют то, что объединиться не может. И это единство часто, эти союзы, они синтетические, искусственные. Они не несут в себя никакого основания. Поэтому Павел призывает не к этому. Павел не призывает к тому, чтобы мы находили единство, идя на компромисс и допуская попустительство. Никогда. Павел говорит, вопреки учению. Павел призывает, и он понимает, что единство Церкви – это единство библейское, духовное, созданное Иисусом Христом. Павел знает, что единство Божьего народа – это доктринальное единство. Именно это единство, которое Павел хочет создать. Он не говорит, чтобы мы шли к единству любой ценой. Он не говорит, что надо закрыть на все глаза и ради единства и мира закрыть глаза на все и все пропустить, найти компромисс. Нет. Вопреки учениям. Он говорит, что только учение является основой нашего единства. И он призывает к тому, чтобы Божий народ сохранял это единство. Каждый из нас, каждый член Церкви несет на себе ответственность. Каждый. И он говорит об этой сохранности. И первая сохранность, о которой он говорит, это внешняя, братья и сестры. Мы посмотрим, что значит внешняя сохранность. Учение наше, которому мы научились, в двух направлениях движется. Оно учит о Боге. Это первое. Что такое Бог? Насколько Он свят? Оно строит наши отношения с Ним. Оно учит, как мы оправдываемся. Оно учит, как мы должны служить Богу. Это первое. Второе направление – это люди. Это ближние. Поэтому, когда Христос проповедует, Он и говорит, что законы пророки в двух заповедях, в двух словах. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением. Всей душой и всей крепостью твоей. Второе направление. Подобное этому. Возлюби ближнего, как самого себя. Павел призывает, чтобы церковь, люди в церкви остерегались таких людей. Чтобы многие стояли на страже. Те, кто нарушает хоть одно из этих направлений. Павел призывает к тому, чтобы мы могли стоять на страже и уклоняться. Мы потом увидим, что значит то и другое. И пример, какой можно взять? Это реформация. То, что мы праздновали. 500 лет реформации. Почему церковь разделилась? Почему произошло то, что произошло? Почему Лютер, не ожидавший такого серьезного эффекта, пошел на конфронтацию, на обострение? Почему? Потому что практика церкви, ее служение, ее обряды во многом отошли от Божьего слова. Реформация – это воля Божья. Это отделение от церкви по учению. Это отделение от тех людей, которые противоречат учению Библии. И поэтому это произошло. Реформация – это не желание Лютера. Это не то, что Лютер видел и думал, что вот надо сделать такую реформацию. Нет. Реформация – это обострение. Потому что церковь зашла слишком далеко. Евангелие похоронили под индульгенциями, с ребролюбием и деньгами. Поэтому написано, что люди сии служат не Господу Иисусу Христу, а своему чреву. Почему Лютер это сделал? Да потому что церковь дошла до безумия. Потому что люди руководствовались своим тщеславием, гордостью и алчностью. Именно поэтому Бог возбудил сердце Лютера, чтобы он уверовал с такой силой. И даже папскую буллу, что грозило в принципе ему смертью, он спалил приюль. Почему? Потому что это было вопреки учению, которому мы научим. Это атаковало Евангелие. Это шло против воли Бога. И Лютер был исполнен верой и силой, чтобы это сделать. Разве сегодня происходит не то же самое? Разве практики, традиции, обряды, церкви не действуют против Божьего Слова? И все это служит одному. Чреву. Чреву. Чрева. Это слово переводится как пустой желуд. Это две вещи. Это во-первых, пустота. Там нету воли Божьей. Они не служат Христу. Там нету благодати. Потому что никакой человек, живущий по благодати, никогда не пойдет на такие повстречения. Потому что каждый человек, который возродился от Духа и знает Евангелие, никогда не пойдет против воли Божьей. Это первые моменты. Когда мы видим все это, когда мы видим эту практику, то мы не должны мириться с ним. Когда вдруг в церковь ходят люди, которые несут нездравые учения, они должны быть удалены от церкви. В церкви всегда должны быть люди, которые стоят на страже. Именно это производит разделение и соблазн. Соблазн – интересное слово. Это преткновение. Это то, что человек спотыкается. Это то, что мешает ему быть христианином. В греческом интересно это слово звучит – скандал. Именно от этого слова – соблазн – происходит наше слово – скандал. Когда человек спотыкается, это то, что мешает ему. Это то, что неправильно учит. Это не то, что неправильно отвергает Христа, Евангелие. Это то, что мешает человеку быть церковью. И Павел призывает, чтобы мы стояли на страже. Остерегайтесь. Бдительны будьте. Смотрите за собой, за церковью, за людьми. Сегодня особо. Потому что в последнее время восстанут многие ругатели. И многие последуют их пути. И многих увлекут. Поэтому призыв Павла к тому, чтобы сохранялось это единство. И чтобы мы были на страже. Второе направление – это люди, братья и святые. В церкви есть стандарты. Есть стандарты отношений между верующими людьми. Божье Слово устанавливает стандарты. Не судите никого никак. Разве это не для нас написано? Не будь переносчиком в народе твоем. Есть стандарты, которым учит Библия. Снисходя друг к другу любовью и прощая друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Это стандарты отношений в церкви. Но иногда, переступая через эти стандарты, люди начинают делать совсем другие вещи. Если наша гордость, зависть, недовольство, самоправедность влияют на других людей так, что их отношение к людям в церкви меняется, это, знаете, я с кем-то пообщался, поговорил, и этого человека отношение к кому-то в церкви поменялось в негативную сторону, то это свидетельство того, что мы служим своему чреву, пустому чреву. Это пустота греховная. Это то, когда мы сеем свое тщеславие, зависть, свое недовольство, свое самоправедность и влияем на других людей. И это происходит только разделение и соблазнение. Когда наше общение заключается в том, чтобы вот это сеять, то это опасное дело. Павел говорит, от таких уклоняйся. Он две вещи говорит. Он говорит, стерегитесь от лжеучителей, а вот от таких уклоняйтесь. Не имейте с ними общения. Потому что эти люди не Господу Иисусу Христу служат, а своим плотским меркантильным интересам. Эти люди сеют раздор и портят отношения. Эти люди разделяют и соблазняют простодушных. Слово, которое здесь используется в отскательствах и красноречием, это крестолобус. Речь идет о том, что человек внушает доверие, но поступает дурно. Это две стороны одной медали, когда якобы речи правильные, а цели ложные. Это как бы все выглядит хорошо, вроде все правильно, а плоды, которые от этого происходят, кроме разделения, соблазна, пропота, недовольства, ничего нет. А в этом, Павел говорит, уклоняйся от них. Не ходи с ними. Это внешне оградись, будь на страшном. Ты с ними не общайся даже. Потому что они посеют в твоем сердце такое, что впоследствии придется каяться. От таких общений надо отмываться очень долго и сильно. Потому что они несут негатив. Они нарушают единство Церкви. Да простит Господа. Каждого из нас. Когда мы, имея вот эти меркативные интересы, что-то делаем. Слава Иисусу Христу, что Бог прощает нас и всегда дает возможность исправления. Это то, к чему мы движемся. Мы даже люди, даже свойственны к тому, чтобы для себя оправдывать такие вещи. В Иеремии, 17 глава 10 стих написано, лукаво сердце человеческое более всего. И крайне испорчено. Оно способно даже для себя оправдать все, что он делает. Способно. Оно лукаво. Оно сделает самые страшные, негативные вещи, которые приносят только разделение, соблазны оправдать для себя. Сделай правильно. Это же справедливо. Это же хорошо. Не видя плодов. Поэтому нам нужно видеть две стороны. Иногда речи правильные. Иногда все хорошо. Но не каждый может различать плоды, которые они приносят. Поэтому Павел говорит, от тех остерегайся, а от этих уклоняйся. В этом суть этого текста. Это то, что Мэтью Генри говорит, часто самые пагубные замыслы кроются за весьма благородными предлогами. За весьма благородными предлогами. Все выглядит хорошо и красиво. Но какие плоды это приносит, это уже другой вопрос. Остерегайтесь производящих разделений и соблазнов, вопреки учению Господа нашего Иисуса Христа, который учит, как относиться с Богом. Который учит о том, что Бог свят, и Его учения безоговорочные. И который учит, как любить ближе. Он учит снисходить, Он учит прощать, Он учит не роптать, Он учит не быть переносчиком, Он учит не сплетничать, Он учит жить свято. Это внешне, это то, что должно происходить. И, братья и сестры, в аллегории Джона Буньяна, когда христианин встретил доблестного заистину, знаете, как описан этот человек? Он был с мечом в руке, и все лицо его было в крови. Такого бронять невозможно. Такого рассказывать не получится. Поэтому эти люди обольщают простодушие. Это боец за истину. Это человек, который борется со своими грехами. Это человек, зная, что происходит вокруг него. Он доблестный. Он борется за истину. Меч правой руке, и все лицо в крови. Это доблестный. Это прекрасная аллегория. Советую всем прочитать. Это прекрасная книга. Книга опыта, святости. И полностью основанная на библейском учении. Полностью. Там нету ничего, что противоречит учениям Евангелия и Духу Писания. Ничего. Поэтому эти люди влияют в основном на слабых, на тех, кто неопытный, на тех, кто слаб в учении, на тех, у кого практика слабая. Об этом дальше. И это надо различать. Нужно различать опасность. Это то, к чему призывает Божье Слово. Это внешняя сохранность. Когда мы стоим на страже и когда мы уклоняемся от таких людей. Внутренняя сохранность. Что происходит дальше? Он говорит, ваша покорность вере известна. Я радуюсь о вас, что вы покорны вере, но хочу, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. О чем дальше речь идет? Как мудрость приходит в нашу жизнь, братья и сестры? Как? Нужно просить, и она с неба просто не зайдет нам. Или как? Мудрость приходит в нашу жизнь только одним путем. Это Писание. Это Божье Слово. Другого пути нет. Хочешь быть мудрым, изучай Писание и любви Божьих Слово. Господь дает мудрость, говорят притчи, из уст его знания и разума. Из уст. Уста Божии у нас в руках. Бог подарил нам самое драгоценно, Он открыл Свои поля. Он дал нам Писание, Божье Слово. Мы самые блаженные и любые. Бог говорит к нам через Своё Слово, и мудрость в нашу жизнь приходит только так. Точно так же. И поэтому Павел говорит, что будьте мудрым на добро. Когда человек знает учение, когда его мысли, когда его действия соответствуют истине Божьего Слова, он знает, что делает. Я знаю много людей в наших церквях. Может, не со всеми я сталкиваюсь, но я знаю людей, которые знают цену единства. Знаю. Я встречаю, они слышат, то там, то там. Они так действуют, и видно, что они знают, что единство церкви дорогого стоит. Единство – это то, что так трудно созидается. Единство – это то, что не просто сохраняется, и то, что так быстро разрушается и уничтожается. каждый должен проникнуть в себя и посмотреть, мудр ли я на добро, на цели ли я на такое, служу ли я Христу. Именно эти люди, эти люди в церкви, они знают, что единство Божьего народа, единство – это воля Христа. Воля Христа. Это воля главы церкви. Именно они знают, как Христос молился первосвященнической молитвой, говоря отцу, да будут все едино, как мы, это люди, мудрые на добро. Они слышно, то там, то там их плодовина. Они пресекают это все. Они действуют, исполняя волю Божьей. Будьте мудры на добро. Это призыв к церкви, чтобы церковь не погрязла в разделениях, соблазнах и раски. Чтобы у нас было свободное сердце. И мощное основание для поклонения Богу в духе. Просты на зло. Вторая фраза. Вторая фраза очень интересная. Она означает металл без примес. Вообще, очищенный металл. Вот это слово несет нагрузку очищенного металла без шлаков и без примес. Это слово означает неразбавленное водой вино или молоко. Это целостность. Это целостность христианской жизни. Это личная святость. Это наше неусыпное желание жить по воле Божьей. Это то, когда в нашем сердце возникает проблема. Почему? Потому что я не способен жить свято. Я не способен. Что меня удручает? Что приносит огорчение мою жизнь? Это то, что я не могу соответствовать воле Божьей. Это меня угнетает. Это раздаливает. Так, что тяжело даже дышать. Это то, что происходит. И Павел говорит именно об этом. Будьте мудры на добро и просты на зло. То есть человек личная святость, которого хромает, у которого в жизни как металл, есть эти примеси, есть эти шлаки, он обязательно подпадет под влияние людей, которые производят разделение и соблазнение. Он обязательно найдет общение. Если жизнь полна недовольством, ропотом, самоправедностью, гордостью, он обязательно найдет общение. Он подпадет под влияние этих людей. И это хуже всего. Подпасть под влияние таких людей. Но самое хуже быть такими людьми. Самое хуже быть людьми, которые влияют на таких людей. Самое хуже производить это разделение соблазнов. Поэтому когда человек стремится к святости, стремится к тому, чтобы его жизнь была целостной, святой, исполненной Божьего Слова, этот человек уклонится всегда, братья святые. И эти люди, которые все и по разделению соблазна, они сами будут вас отвлекать. Сами. Они не будут с вами общаться. Они не будут никогда с вами общаться, потому что знают, здесь бесполезно что-либо говорить. Зачем расстраиваться, если сразу же пресекается все. Если человек не хочет быть в таких общениях. Поэтому это внутренняя сохранность. первое, мы охраняемся снаружи, второе, мы охраняемся внутри. Когда в нашем сердце есть мудрость, когда есть бесквасность, когда есть целостность и святость, никогда вы не подпадете под это влияние. Никогда. И третья сохранность сверхъестественная. Это то, что выше всего. Павел говорит, Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Вскоре благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Это сверхъестественная сохранность. Это то, что воодушевляет человека на таких делах. Бог мира. Бог нигде не сейдет раздоры. Это не воля Божия, чтобы церковь погрязла в сплетних соблазнах и скандалах. Это не воля Божия, чтобы поклонение ему совершалось на таком грязном основании. Бог святой. Бог мира. Он примирил нас через Евангелие. Он создает мир везде. В церкви, в душе, в семье, на работе, в христианском общении. Он Бог мира. Он не присутствует там, где есть вражда и разделе. Он Бог мира. Иаков говорит в своем послании. Это Иакова 3.18. Плод же правды сеется в мире у тех, кто хранит мир. Человек мира будет праведностью наслаждаться. Он будет радоваться Богу. Он будет жить святым. Почему многие христиане не имеют радости? Почему они не находят счастья в том, чтобы служить Богу? Да потому, что они живут в грехах и пороках, потому, что они погрязли, сплетнях и раздорны. Поэтому целые церкви часто решаются благодатью и поклоняются Богу при отсутствии Духа Святого. Бог мира сокрушит Сатану под ногами нашли. Это гарантия. Это то, что дает силы и желание служить Богу и быть нацелены на Его волю. Люди, которые стремятся к единству церкви, знайте Бог за вас. Потому, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Вы угодны Богу. Вы служите Богу. Вы цельны перед Богом, потому, что вы нацелены на то, о чем молился глава церкви. То есть те, кто идет против этой боли, знайте, что вы идете против Христа. То есть разделение соблазны, знайте, что вы не с тем связались, что у вас будут проблемы. И Павел говорит, что Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Это гарантия. Это гарантия того, что если я двигаюсь в правильном направлении, если я люблю церковь, если я люблю это единство, если я поклоняюсь в духе, Бог сокрушит. Буквально слово переводится сотрет. Он сотрет, сатану под ногами вашими, сотрет, хорошо. потому что могущество и сила главы церкви с вами всегда. Бог вам помогает во всем. Он любит вас и он знает, что вы делаете. Слава Иисусу Христу. Поэтому Павел заканчивает благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Единство церкви это плод, результат того, что сделал Христос. Кто хочет жить в единстве, тот должен покориться Христу. Это то, о чем Евгений Владимирович проповедовал, что надо покаяться, надо креститься, а потом надо жить в единстве, и тогда поклонение будет угодным Богу, тогда поклонение будет духовным. Тогда Дух Божий будет радовать наши сердца, и мы всегда будем восторг от осознания того, что мы теперь дети Божьи, мы спасены Христом. Павел заканчивает послание к Риму словами благодать, Господа благодать, это результат связи и единства. Аминь. Помолимся.